В Большой театр возвращается Золотой век. Первая премьера нового сезона посвящена двум юбилеям. 110-летию со дня рождения Шостаковича и 90-летию Юрия Григоровича. Его будут отмечать в начале следующего года. Балет, запрещенный в 30-е и ставший культовым в 80-е, переживает возрождение и грозит затмить триумф предыдущих постановок. Заключительные репетиции самые волнительные. Премьера балета уже завтра. Артисты репетируют без остановки. Оркестровый прогон вносит последние коррективы. Музыканты сверяют партии. Финальные штрихи в хореографический рисунок вносят танцоры. Золотой век возвращается на сцену Большого уже в четвертый раз. Впервые Юрий Григорович представил балет в 80-х. Тогда главную партию исполняла Наталья Бессмертного. Сейчас Нина Копцова. Кстати, вместе с Русланом Скворцовым она танцевала в Золотом веке и 7 лет назад. В новой редакции Юрий Григорович отказался от нескольких массовых сцен. Это облегчило повествование, а вот солистам совсем нелегко. Отдохнуть времени очень мало. Ну, практически его нет. То есть я переодеваюсь из одного костюма в другой и сразу выхожу на сцену. В этом, конечно, я должна себя мобилизовать настолько внутри, чтобы не выйти из образа и успеть еще и переключиться с одного состояния на другое. Золотой век мировой эксклюзив. Большой театр – единственное место, где сейчас ставится этот балет. Талант Юрия Григоровича и великая музыка Дмитрия Шостаковича. Это творческое сочетание предопределило успех постановки. Созданы замечательные, с моей точки зрения, партии и возможность для сегодняшнего поколения артистов – это станцевать. Потому что то, что дает в хореографии Юрий Николаевич, это чрезвычайно интересно. Я думаю, что сегодняшнее поколение это уже будет танцевать совсем иначе. Хотя хореография, конечно же, останется та же самая. Установку смогут увидеть не только те, кому посчастливится завтра прийти на премьеру. Трансляцию «Золотого века» и других балетов нового сезона покажут в кинотеатрах не только России, но и мира. Анна Щербакова, Алия Шерифульна, Александр Копустянский, Новости культуры.